Доктор Микс 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 Привет и добро пожаловать в Доктор Микс. Сегодня я собираюсь реконструировать четвертую часть Жан-Мишеля Жара, используя только Мстителя. Это скоро произойдет. Эй, ребята, здорово, что вы сегодня здесь. Я не могу дождаться, потому что Джин Мишель Жар Оксиджен Парт Фор — одна из моих любимых песен за всю историю. Я слушаю ее целую вечность. Я думаю, что знаю почти каждую часть, но я пройду через это ради тебя. А теперь позволь мне показать тебе, какие настройки у меня есть на сегодня. Вот мой L49 от Innovation. В нем много элементов управления, которые нам вроде как нужны в данном случае. А еще у меня есть моя верная Prism Sound Lyra, один из лучших интерфейсов, которые у меня когда-либо были. А еще есть Avenger. Это будет то, что я использую сегодня. Знаешь что? Позволь мне сразу начать с барабанов. Жан-Мишель Жар использовал этот корг мини-попс. Он продавался под разными названиями, и похоже, это то, что сейчас продается. Я действительно люблю его. Когда-нибудь я куплю его, но не прямо сейчас. Так что я сделал то, что взял все звуки, которые мне были нужны для этого конкретного паттерна. И они у меня прямо здесь. Я люблю этот звук. Так что давай послушаем оригинал и попробуем воссоздать его. Так что наверняка ударит барабан. Давай запишем это. Это 12 восьмых. Я поставил немного другой метроном, чтобы быть более точным. Вот и все. Квантируй, и это должно просто отлично работать. Отлично. А теперь давай послушаем. Конечно же есть этот хай-хат. Так давай же сделаем это. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Достаточно ли я хорош для этого? Посчитай. Оказывается, да. Давай добавим динамики на ударном барабане. Хорошо. Так что. А потом появился открытый хай-хэт, который входит в комплект. Продолжай. Давай послушаем это. Отлично. Отлично. Тогда должны быть снимки обода. Проверь, проверь, проверь. Это похоже на... Это действительно похоже на рэгги. Проверь. Все в порядке. Это обод. Три, четыре. Все в порядке. Хорошо, давай посчитаем это. Это. Идеально. Тогда нам нужна та ловушка, которая идет. Значит, ловушка вот эта. Хорошо, давай сделаем это. Да, вот оно. Квантуй. Убедись, что все в порядке. Круто. Вот так. Идеально. И последнее, что нам нужно, это мое любимое блюдо. Хорошо. Такое гладкое. Это такое. И, кстати, это узор. Я думаю, что это узор медленного рока из мини-попса. Это действительно круто, очень расслабленно. Так что давай проверим это. Это хорошо. Знаешь что? Давай я просто скопирую это. Да. И вуаля. Барабаны готовы. Значит, в начале был такой сильный шум, верно? Я полагаю, это и есть ВИСИ-3. По крайней мере, так говорит Жан-Мишель Жар в документальном фильме. Правда в том, что ты можешь использовать любой белый шум. И это именно то, что мы собираемся сделать. Вот Эвенджер, в котором, кстати, есть куча библиотек звуков, но по сути это похоже на синтезатор, где вы можете использовать что угодно в качестве формы волны. Волновые таблицы, повторные выборки, сэмплы и так далее. Это действительно мощно. Так что я просто выберу шум в качестве формы сигнала, верно? А затем, если я использую срез здесь, верно, я получу немного этого сока. Так что я хочу сделать то, что я действительно хочу автоматизировать это. Так что все, что мне нужно сделать, это нажать на один из элементов управления, как вы видели здесь внизу, он это видит. Посмотри, коснусь ли я этого другого, 2223 и 24. Так что все, что мне нужно сделать, это просто немного пошевелить тем, что я хочу, и я буквально тащу его к этому. И теперь у меня есть контроль над отсечкой. Не так ли? Но подожди, это еще не конец. Если мы хотим быть немного глубже, мы можем это сделать. Так что я бы сказал на этом другом элементе управления, 22, я собираюсь затянуть резонанс. Да. И теперь мы можем это сделать. От слабой вентиляции можно перейти к сильному шторму. Вот и все. Знаешь что? Позволь мне добавить немного фазера. Я приготовил это. Это быстрорастворимый джинн Мишель Джар. А затем небольшая задержка. Почему бы и нет? Что я здесь использовал? Я использовал пинг-понг. Так вот это наш Жан Мишель Джаро. Хорошо, давай посмотрим, как это получится. Хорошо. А потом? Потом останавливается. Это когда-нибудь повторится? Может быть, здесь немного подует ветер. Ветра больше нет. Так что еще немного здесь. Да, немного ветра. Хорошо, давай сделаем это. Вот и все. А потом мы сделаем это еще раз прямо здесь, на кесаревом сечении. Красиво. Знаешь что? Я просто немного изменю звук. Я просто добавлю немного релиза, чтобы мы сделали его немного программнее. И с шумом покончено. Теперь давай углубимся в басы. И с шумом покончено. Получается примерно так. Хорошо, давай посмотрим, что я могу для этого использовать. Итак, я снова начинаю с инициализированного звука. Так что давай посмотрим. Во-первых, нам нужно немного затухания, потому что это похоже на звук типа пум-пум. Давай посмотрим. Для голосов я хочу сказать максимум один, потому что это моно ясно. Потому что это моно ясно. Так что... Давай посмотрим, как далеко мы продвинулись. Похоже почти на А. Хорошо, давай попробуем повозиться с этой формой сигнала. Хорошо? Интересно. Мы стали ближе? На самом деле не так уж плохо. Хорошо, давай попробуем добавить еще одну. Смотри, можно мне скопировать это? Копируй и вставляй. Готово. Давай попробуем перенести это. Нет. Давай попробуем сделать это, как синусоидальную волну. Что-нибудь такое, что сделает это немного теплее. Почему бы и нет? Знаешь что? Достаточно близко. Я собираюсь это записать. Хорошо, я думаю, у нас достаточно. материалов. Позволь мне просто собрать это побыстрее. Хорошо, здесь у нас есть кое-что другое. Да, 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 помни, помни. И бас закончен. Следующий секвенсер. Вот и секвенсер. И это довольно прямолинейный звук. Давай попробуем ему подражать. Хорошо, мы начнем с этого парня, который по сути и есть. Который представляет собой пилообразный звук, и мы уберем сустейн, и просто немного распада, вот так. Круто. Теперь я хочу сделать его квадратным. Я могу сделать это вот так. Начиная с этого. За это. Давай посмотрим, станет ли это немного похоже на формат. Это довольно круто. Я думаю, нам нужно, о, это интересно. Видишь, мне не помешает немного увеличить скорость на срезе. Так что, если я поставлю его прямо здесь, тогда, когда я играю мягко, он становится более закрытым. Когда я играю жестче, он открывается. Круто. Давай посмотрим, что на осцилляторе 2. Окей, это пилообразный зуб. Это хорошо. Может, нам немного его подстроить? Давай совсем чуть-чуть. А на третьем генераторе? О, я уже сделал это. Теперь позволь мне подтянуть его. Хорошо. О, перенеси его вниз. Окей, это круто. Звучит неплохо. Круто. Хорошо, давай еще раз послушаем. Звук, оригинальный звук. Хорошо, теперь я это изучил. Я знаю, что это за паттерн. Хорошо, ты действительно можешь услышать его прямо здесь. Так оно и есть. Зацени это. Знаешь что, я начну с этого фрагмента. Хорошо, давай посмотрим, смогу ли я это сыграть. Так что, по сути, этот узор Т2, 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 также нанесен на фильтр в первой части. Позволь мне показать тебе, что я имею в виду. Так что, по сути, теперь эта скорость полная, а это немного меньше. Вот так. Может быть, еще немного. Да. А теперь, что происходит в первой части. И ты знаешь, что я собираюсь сделать. Я просто скопирую это. Потому что, поверь мне, я должен был с этим разобраться. Годы и годы прослушивания этой песни. Хорошо. Так что... Не так ли? Да. Все в порядке. Ты это слышишь? Позволь мне солировать. Да. Так что он та-та-та-та. И вот как звучит этот ребенок. Та-та-пу-та-пу-та-пу-та-пу. Давай я продублирую, это и у нас получится. Это жутко, не правда ли? Это все равно достаточно близко. Знаешь что? Задержка. Да. Может быть, я закрою его еще немного. Хорошо, давай теперь послушаем разницу. Может быть, ты сможешь быть немного более открытым. Может быть, меньше пилы и больше квадрата. Да, хорошо. Я должен закончить это прямо сейчас. Да. Да. И это будет последняя нота моего секвенсора. Готово. Следующий. Следующий блокнот, который довольно прост. Он просто аналоговый, с небольшим количеством фазера и, возможно, небольшой задержкой. Давай посмотрим. Давай посмотрим, сможем ли мы найти предустановку для этого. Поехали. Что мы можем использовать? Давай попробуем Юпитер. Юпитер ведет. Юпитер Пэд. Бах. Готово. Это очень хорошо. Давай попробуем сделать это немного лучше. На самом деле это довольно просто. Просто немного фазера прямо здесь. Вот оно, фазер. Бах. Вот и все. Идеально. Хорошо, давай поиграем с этим малышом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И у нас есть блокнот. Все, что мне нужно, это просто исправить эту маленькую ошибку, которую я совершил. И к тому же я думаю, что где-то допустил еще одну ошибку. Да, эту. Идеально. 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 Все в порядке. И наконец-то мы добрались до сути песни, которая является ведущим звуком. И ты знаешь, если ты еще не подписался, тебе стоит сделать это прямо сейчас. Нажми подписаться. Нажми на кнопку уведомления о звонке, и ты получишь наши фантастические видео. Ведущий звук. Знаешь что? Я думал, воссоздать это было бы намного сложнее. Оказывается, все, что мне нужно сделать, это нажать на курок. Посмотри на это. Веди кислород 4. Оксиджен 4. Готово. Хорошо, давай запишем это. Субтитры создавал DimaTorzok А потом, я думаю, это повторится здесь в конце. Субтитры создавал DimaTorzok Да. Так что следующий звук будет вот таким. Это выдающийся орган, который вы уже слышали в свинцовом звуке. Немного присутствует, но это полноценная вещь. Зацени выдающийся. Вот и все. Это мгновенный кислород, но это не тот звук, который я хотел тебе показать, но давай вместо этого воспользуемся струнным ансамблем. Хорошо. Я помню это. Знаешь что, я думаю, что есть небольшая задержка. Позволь мне добавить это. Вот и все. Да, это то, что нам нужно дальше. Теперь это немного сложно сделать. Я должен сделать свою домашнюю работу и выяснить, какой синтезатор он использовал, но я просто буду играть на нем. Так что давай посмотрим. Я думаю, что есть кое-что, что я видел раньше, например, аркада. Аркада. На самом деле это не так. Окей, это интересно. Так что я думаю, что я собираюсь сделать, это применить ком-фильтр. А затем я заставлю его колебаться. Да. Может быть, это немного. Здесь немного больше атаки. Я не думаю, что у меня получилось, но похоже на то. Дай мне посмотреть, смогу ли я это улучшить. Может быть, меньше резонанса. Да, что-то в этом роде. Да. Я думаю, это довольно хорошо. Давай попробуем немного выровнять ситуацию. Хорошо. Давай сделаем это. А теперь давай сыграем эту вещь полностью. Вперед. Поехали. Вперед. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле это очень хорошо. Я надеюсь, тебе понравилось это видео. Я люблю «Мстители». Тебе действительно стоит это посмотреть. В описании есть ссылка. Я люблю вас всех. Субтитры создал DimaTorzok 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 Субтитры создал DimaTorzok